всем привет ребята вы многие писали на канале по поводу оптимизации настройки которые у меня стоят в игре daisy stand alone вот и по вашим запросам я выкладываю данное это видео всем приятного просмотра надеюсь кому либо смогу помочь поехали так приступим к настройке daisy stand alone и маленькой оптимизации открываем мои документы находим папочку daisy здесь мы видим три файла конфига нам нужны daisy.config и daisy profile для того чтобы их открыть через блокнот нажимаем правую кнопку мыши открыть с помощью здесь уже будет блокнот нажимаем ok и все одно вам открылось вот тут мы ищем две строчки gpu max frames a head и gpu detected frames a head значение ставим везде по единице закрываем сохраняем потом мы открываем distance days profile вот тут у вас будет может быть другое ну не по любом другое имя это потому что мой ник в игре там соответственно у вас будет отображаться ваш ник который вы используете в игре здесь нам нужны пять строчек вот эти первое это у нас cn complexity мы ставим на 200000 значения потом у нас идет шау дистанция 100 few distance 1000 метров ну желательно стоит от 800 800 тире тысячи метров но не больше и preferential объекта объекта фью дистанции тоже стоим на тысячу rr grid ставим 50 закрываем сохраняем далее мы переходим в сам стим переходим в вкладку библиотека игры находим игру daisy кликаем правой кнопкой мыши нажимаем свойства здесь находим кнопочку установить параметр запуска переходим на нее тут вписываем эту строчку эта строчка будет под видео ниже под описанием вы сможете скопировать и прописать свои данные так но сплэйш но сплэйш это пропуск надписи богеями при запуске игры вот но там есть еще такие команды которые быстро запускает игру но не погружает весь мир но погрузка мира будет у вас потом когда вы зайдете на сервию и вам сам придется так и так и ждать поэтому я лучше вначале подожду ничем нежели потом при заходе на сервисе вам не ждать какое-то время от cpu count это у нас количество ядер вашего сколько поддержит ваш процессор у меня их 4 чуть позже расскажу как узнаете сколько у вас процессора сколько у вас ядер сколько у вас потоков поддержит ваш процессор значит следующая строчка максимум это у нас получается сколько оперативной памяти у вас есть посмотрите вы можете нажав на компьютер право кнопка мыши свойства там вы найдете как вы какой ваш процессор как называется и сколько у вас оперативной памяти вот прописывается все все данные в мегабайтах поэтому нужно будет нам посчитать то место не стоит 16 гигабайт на 16 мы умножаем на 1024 мегабайта так извиняюсь 16 умножаем на 1024 получаешь на 1384 мегабайта это у нас оперативная память это память идет видеокарты у меня ее 3 гига поэтому 3 гига мы нажимаем тоже на 1024 получаем 3072 далее идет сколько у вас потоков вашего процессора чтобы узнать сколько поддерживает потоков ваш процессор заходим в google прописываем модель вашего процессора у меня он 3820 и заходим на официальный сайт интела вот он арк intel.com здесь ищем ищем извиняюсь две строчки количество ядер вот у меня написано 4 и количество потоков их на полно написано 8 но почему я тогда здесь написал 7 потому что первый поток считается не единицы и до грубо говоря до 8 а с нуля идет то есть 0 это уже есть первый поток 1 это второй поток 2 это третий поток и так далее так как у меня их 8 поэтому я здесь прописываю 7 на этом все жмем окей далее запускаем игру и начинаем настроить уже более подробные настройки там самой игре так запустили мы игру проходим конфигурацию и начинаем настраивать уже внутри самой игры вид у меня стоит от первого лица тут стандартно угол обзора ставите на свой вкус у меня стоит почти середину громкость соответственно также я вроде здесь даже ничего не менял все так осталось вот так что переходим в вкладку видео уровень графиками стоит другой разрешение сто процентов яркость гамма у меня стоит посерединочке вертикальность синхронизацию я отключил далее идем в качество здесь место это объекты и ландшафт это низкая облака и тени у меня стоит все на очень низко вот но иногда я стали на норму это для того чтобы у меня была прорисовка окон то есть я мог увидеть кто стоит в окне или нет но частенько гоняю без нормы ну сталь на низкой тоже все зависит от вашей видеокарты вот текстуры видеопамять стоит на авто детализация высокую меня стоит фильтрация тоже высокая но опять же повторюсь все зависит ваша видеокарта так как у меня видеокарты 780 я выставляю высоко у меня в принципе в районе 30-35 fps в принципе всегда бывает стабильно вот далее идем в рендер это тут мне мы ставим либо отключаем либо ставим на низкое сглаживание так как все игры все зависит от вашей видеокарты у меня но в принципе я считаю более-менее мощная я ставлю сюда на низкое потому что когда я отключаю сглаживание это вообще ну я не знаю я не могу так играть как бы хотя вот так вот в принципе ничего особенного не видно ну в принципе да не особо видно но у меня стоит на низкое мультицепплинг отключаем сглаживание грани мне стоит fx очень высоко качество hdr на очень низкое объемное освещение отключаем качество просто обработки тоже отключаем это была раньше такая у меня даже есть видео если вы хотите можете посмотреть если вас ранит у вас все будет расплучиться у меня это один человек мой какой-то подписчик там подсказал как это все сделать спасибо ему вот освещение все и размытие превращения у меня все выключено на минимум закрываем так интерфейс вот интерфейс разрешение мы ставим такое же как у вас у вашего монитора мой монитор поддерживает full hd значит выставляем 920 на 1080 размер окошко у меня стоит маленький тут вы можете сделать нормальный ну в каждом своем не оставить маленький а так вот привык и широкоформатно соответственно так что еще игра трясковую камеру я не оставить тоже на минимум это когда вы бежите от первого лица то у вас голова средств не будет трястись если вы хотите поставить ну я не стоит так ну и все в принципе потом мы выходим из игры когда все настроили сейчас мы выйдем после чего мы заходим в папочку обратно мои документы открываем папочку дэйзи и нажимаем правой кнопкой мыши на дэйзи профиль нажимаем свойства и ставим галочку только чтение также сделаем дэйзи точка конфиг то же самое ставим галку только чтение для чего это нужно для того чтобы ваши настройки больше не сбились у меня был очень часто когда я заходил дэйзи и нажимал не туда и нажимал на по умолчанию у меня все настройки слетали и приходилось все заново настраивать а если вы нажмете сейчас то вы просто выйдете из игры и зайдете ее запустите обратно и у вас все настройки останется как все были далее я хотел бы рассказать вам про программу который у меня еще стоит для повышения фпс называется она корр паркинг менеджер после этого мне ее друг с которым я начал снимать видео вот идет она в двух версиях ссылочка будет тоже в описании для чего нужны две версии первая она запускается через с поддержкой net from framework первое это какой-то там какая-то версия идет я уже не помню а вторая это которая нет from from work 45 соответственно если у нас стоит вы запускаете ее запустить вот эта программа то есть разблокирует все ваши потоки все ваши ядра заставляет ваш процессор на помощь на полную работать для этого вы ползунок слева перед таскивать направо нажимаете apple она его применяет и все то есть все работает нажимаете close и все играете дальше если вам понравилось данное видео ставьте лайки подписывайтесь и спасибо комментируйте если кому смог помочь всем удачи с с с с с с с